Фальсификатор Типа организация или подразделение орган государственной власти был создан тогда-то, фальсификаторы выдвигают документ на печатях-штампах этого самого, но который возник либо после того, либо не соответствует компетенции этого органа власти. Вторая сторона вопроса связана с тем, что история в том виде, в каком ее нам представляют историки, она не психологична в большинстве случаев. То есть это ходульное чего-то, это как кукольный театр марионеток. То есть для того, чтобы тот исторический процесс, который был описан в учебнике или в каком-то трактате по истории, совершился, нужен кукловод, который будет двигать персонажей. Почему? Потому что персонажи не обладают собственным миропониманием, не обладают никакой психологией. Это вопреки тому, что все они были живыми людьми с определенной организацией психики, менталитетом. И, соответственно, в их поведении выражалась их психология. Поэтому один из таких вопросов – это вопрос о психологической реконструкции истории. Потому что если это делать, то есть задуматься о том, что человек, тот или иной персонаж исторический мог знать в свою эпоху, что он действительно знал, какая у него была организация психики, то тогда можно увидеть фальшь, что, ну, например, вот сериал «Иван Грозный», ну, он нежизненный по той простой причине, что, ну, другими были и Василий Третий, и Елена Глинская. И она не такая была, как показано в фильме. Вот при тех психологических типажах, которые представлены в фильме, та история, которая реально свершилась, она бы никогда не могла свершиться. Иная психология двигала людьми. Поэтому многие вот такие вещи, они значимы. Ну, и, естественно, любая концепция истории, она тестируется тем, что есть фактик. Давайте добавим, чего с ней будет. Но ситуация на Украине, манипуляция общественным мнением на основе фальсификации истории в условиях полного бездумья и полной нищеты на первом приоритете. Потому что, когда начали фабриковать все это, весь миф о великом украинстве, то некому было задавать вопросы, которые не лезут в концепцию этого мифа. А дальше работает социальная психодинамика. Работают автоматизмы. Если бы там нашлось, кому задавать неудобные вопросы и показывать, что в фабрикуемом мифе на них нет и не может быть ответов, потому что миф о лжив, история Украины была бы другой. И, опять же, возвращаясь к советским временам, вот идет перестройка. И вдруг появляется статья Нины Андреевой. И начинается истерика у всех перестроечников. А чего испугались? Вы же сами объявили гласность. А испугались того, что люди начнут задавать вопросы, которые не лезут. В перестроечные мифы. А если не лезут в перестроечные мифы, то перестройка в том виде, в каком она и реализовалась, невозможна. Ну, получилось так, что, во-первых, Нина Андреева задавала слабенькие вопросы. А во-вторых, не нашлось тех, кто бы ее мог поддержать и задать вопросы посильнее. В этом отношении, в общем, редакционные коллеги средств массовой информации той эпохи проявили себя как подонки и предатели. Практически все без исключения. Потому что они фильтровали базар, если говорить так, на блатном жаргоне. И они решали, что публиковать, а что не публиковать. Целенаправленные фабрикации исторических мифов, целенаправленные фальсификации истории в угоду той или иной политической конъюнктуре и в угоду создания и реализации тех или иных политических проектов, в том числе и глобальных проектов. Но, тем не менее, все-таки в истории есть инварианты, и эти инварианты, они, по сути, носят тоже нравственно-этический характер. Ну, например, если говорить о последствиях, то абсолютно все равно, где имел место то, что в концепции общественной безопасности названо Синайским турпоходом. То есть 40 лет гоняли древних евреев по Синайской пустыне, как это соответствует традиционной версии, либо 40 лет их гоняли по современной Италии вокруг Везувия. Либо их гоняли по нынешним окрестностям Санкт-Петербурга. Согласно еще одной версии истории. Это не имеет, в общем-то, для будущего никакого значения, потому что в результате этого, где бы он ни происходил, родился глобальный политический проект порабощения человечества от имени Бога на основе скупки всей планеты и всех ее обитателей с их имуществом, на основе монополии и на расставщичества. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова